Место рождения – крыша, карниз или балкон. Снегопад, мороз, оттепель, мороз, оттепель. Цикл жизни сосульки обыкновенный. Часто он заканчивается падением вниз. Как правило, без последствий, но иногда мишенью для кусков льда становятся прохожие. Да и сорвавшийся с кровли многокилограммовый пласт снега натворить может немало бед. Из-за несвоевременной работы коммунальных служб каждый год в России тысячи людей получают травмы различной степени тяжести. Обязанность следить за образованием и предотвращением большого скопления наведя сосульок, снежных масок на крышах, именена в обязанности управляющей компанией. Постановлению госстроя номер 170 определено, что эта процедура должна производиться по мере необходимости. Сама процедура по очистке кровли должна производиться только в светлое время суток. Соответственно, со стороны пешеходных зум это производится, должно быть немедленно. С соответствующими обеспечениями мер безопасности в виде ограждения. Однако ледяные глыбы свисают не только с крыш домов, но и с балконов, которые, как и крыши, являются общедомовым имуществом. Но здесь есть нюанс. Лета, которая является основанием балкона, она относится к общедомовому имуществу. Если сосульки образовываются на ней, то должна, соответственно, управляющая компания этим заниматься. А вот если жилец застеклил этот балкон и создал, соответственно, козырек над ним, вот обслуживанием вот этого уже должен заниматься непосредственно он. Ответственность двух видов. Либо это гражданская ответственность, то есть это компенсация причиненного ущерба, начиная от повреждения имущества и заканчивая возмещением затрат на лечение, которое необходимо произвести. И вплоть до уголовной ответственности. Это в зависимости уже от тяжести вреда, который был причинен. Или, дай бог, летальный сход, если был. Если вдруг на ваш автомобиль приземлилась ледяная глыба, то в первую очередь юрист рекомендует зафиксировать факт падения любыми способами. На фото, видео или взять контакты у прохожих, которые были свидетелями происшествия. В случае, когда автомобиль был припаркован, необходимо вызвать участкового. Но если машина ехала, то для фиксации происшествия необходимо обратиться в ГИБДД. Такой случай будет считаться ДТП. Далее следует обратиться в суд для защиты своих прав и получения возмещения.